Сегодня глава Якутии Егор Борисов встретился с одаренными детьми республики. Восьми лучшим ученикам вручили гранты руководителя региона. Подробности в материале Александры Охлопковой. Большой зал русского драмтеатра собрал сегодня почти 600 талантливых детей из разных районов Якутии. А в фойе свои работы выставили победители различных конкурсов. Дети охотно делились своими достижениями с Егором Борисовым. Он как автобус. То есть без дистанционного управления? Нет, он сам сидит. Там программа. На отдельной программе, да? Да. Ну молодцы. Занимайтесь дальше. Хорошо? Для многих принимать участие на встрече с главой региона – дело непривычное и ответственное. А для победителя конкурса «Будущий дипломат» Егора Аргунова – это еще одна ступень к будущей профессии. Он сегодня выступил одним из модераторов встречи. Цель у меня впервые появилась в возрасте 8 лет, когда родители мне рассказали про такую профессию, как дипломат. Они вот рассказали, что это будет очень сложно, что нужно научиться, что нужно для этого как-то добиваться. И я об этом вспомнил где-то лет в 15, когда я впервые услышал про конкурс «Будущий дипломат», я подумал, что вот это шанс. Надо попробовать себя. Для Егора сейчас самое волнительное время – сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗ. По словам матери Прасковьи Семеновны, молодой человек с малых лет рос самостоятельным. А своевременная поддержка, мотивация со стороны родителей и упорный труд учителей – есть и итог достижений Егора Аргунова. Надо верить и доверять своему ребенку, давать им больше свободы в выборе, в выборе то, что они читают, то, что они хотят видеть. При учении к самостоятельности, вот это самое главное, наверное, нужно уметь доверять своим детям. С каждым годом увеличивается число школьников, которые участвуют в олимпиадах и конкурсных мероприятиях. Более 69 тысяч школьников приняли участие в олимпиадах только в этом году, а 37 учеников стали обладателями премии Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи. В Якутии успешно идет работа по поддержке одаренных детей и подростков. Отметим, что в республике создан региональный образовательный центр «Малая академия наук». «Малая академия наук» вообще-то имеет банк данных одаренных детей. Это значит, что все республики детей отслеживают, индивидуальное сопровождение идет, и каждый ребенок имеет журнал сопровождительской одаренности. То же самое мы хотим открыть, сделать банк данных одаренных педагогов. Глава республики считает, что каждый ребенок одарен теми или иными способностями и талантами, а дети и молодежь – бесценные достояния и будущие республики, которые нужно вовремя развивать. Дети все одаренные, дети все талантливые, но этот талант, этот дар надо раскрывать. Для того, чтобы раскрывать, нам надо помочь. Это помочь школам, помочь дополнительным образованиям, помочь конкретной материальной базе, чтобы дети приходили, занимались, посмотрели. На встрече Егор Борисов отметил, что на днях будет издан указ главы по поддержке детей, проявивших выдающиеся способности. А все предложения, озвученные на сегодняшнем мероприятии, найдут отражение в конкретных делах взрослых. Александра Хлопкова, Александр Слепцов, НВК Сыха, Якутск.